Привет, ребят! Я надеюсь, что кадр нормально выстроен, всё отлично, потому что только что стояла, выстраивала его, наверное, где-то минут 15. Наконец-то я готова снимать для вас видео. Меня зовут Елизавета Залезкая, и сегодня я хочу с вами поговорить, опять же-таки, на важные темы, и рассказать вам о том, какие привычки изменили мою жизнь просто кардинально. Знаете, до некоторого времени я жила простой жизнью, которая ничем не отличалась от других людей, и сейчас, в принципе, я не скажу, что я чем-то отличаюсь, но я живу так, как мне нравится. Я люблю свою жизнь, и всему этому поспособствовали те привычки, которым я начала следовать, и о которых сегодня я хочу рассказать вам. Поэтому, если вы готовы, то слушайте, и давайте меняться и менять свою жизнь к лучшему вместе. Первое. Слушайте много музыки за день. Лично я вообще не представляю этот мир без музыки. Я понимаю, насколько серым и монетонным он был бы без музыки. Всегда, когда вам плохо или сложно, включайте музыку. Она способна спасти от всего. У каждого это может быть свой жанр. Главное, слушайте то, что вас невероятно вдохновляет и помогает двигаться вперед. Делайте прогулки каждый день. Это очень важно для вашего внутреннего состояния. Просто включайте музыку, выходите из дому и идите. Это может быть какой-то парк, набережная или просто любое место, где вам будет хорошо. С помощью таких прогулок вы сможете по-настоящему разобраться в себе, понять, зачем вы живете в этом мире. И действительно побыть наедине с природой. Лично я уже не представляю свою жизнь без таких прогулок. Расписывайте каждый свой день. Мой день по-настоящему продуктивен только тогда, когда я расписываю его по часам. Таким образом, у меня просто нет шанса уклониться от графика. И в итоге, в конце дня, у меня все мои запланированные дела всегда сделаны. Когда вы расписываете свой день, то вы точно не проведете его зря. Расписывайте свой день и обязательно следуйте расписанию. Очень много улыбайтесь. Улыбайтесь всегда себе в зеркало, просто в воздух, или как я сейчас, в камеру телефона. Вы можете взять, снимать себя на фронтальную камеру и просто улыбаться, а потом пересматривать это. Ведь поверьте, что улыбка всегда сделает вашу жизнь счастливее. Даже когда нету повода улыбаться, вы все равно должны улыбаться. Потому что мы улыбаемся не потому что счастливы, а мы счастливы, потому что мы улыбаемся. Поверьте, всегда есть причина улыбаться. Просто иногда мы забываем об этом. Попробуйте придерживаться раннего подъема. Ложитесь в 10-11 вечера и просыпайтесь в 6-7 утра. Поначалу это будет реально сложно, но когда вы втянетесь, то для вас это будет обычным делом. Как там говорят, чтобы привить себе привычку, то нужно это делать на протяжении 20 дней. Так вот, почему бы не попробовать, правда? Когда вы начнете просыпаться рано, то уверяю вас, что ваша жизнь кардинально изменится. Вы будете понимать, что живете не зря. Вы получите кучу свободного времени и будете очень много всего успевать. А также вы будете просыпаться с солнцем. Это очень заряжает и наполняет энергией. Всегда помните о своей мечте. Это очень важно, потому что в тот момент, когда вы захотите сдаться, эти мысли спасут вас. Всегда говорите себе, если я сейчас сдамся, то я навсегда откажусь от своей мечты. Готовлю я это сделать? Готовлю я последовать своим прихотям, своей ленью, своим слабостям, чтобы больше никогда в жизни не осуществить то, что я задумал. Чтобы на всю жизнь отказаться от своей самой заветной мечты. Если вы будете всегда помнить о своей мечте, то поверьте мне, что вы никогда не сдадитесь. Напишите кучу мотивационных посланий самому себе. В заметках, в тетради, в телефоне, на ноутбуке. Это может быть и где угодно. У меня, например, это все написано на доске. И каждый раз, когда я просыпаюсь или ложусь спать, я вижу эту надпись перед собой. Читайте эти послания, эти мотивации каждый раз, когда вам захочется свернуть с пути. И поверьте, что когда вы напишете это, то вселенная будет еще больше стараться для того, чтобы ваша мечта действительно сбылась. Всегда, когда вы что-то смотрите в интернете, проверяйте это на показатель того, полезно ли вам это или нет. Таким образом, вы каждую минуту своей жизни будете развиваться. Не это ли самое главное? Спите как минимум 8 часов. Это должно быть неуклонное правило для вас. Если вы ложитесь в 12, то позаботьтесь о том, чтобы вам проснуться не раньше в 8. Если же вам нужно проснуться в 7, то ложитесь в 11. Это очень важно для вашего здоровья. Ваш организм целый день работает на вас. Так будьте добры и дайте ему то, что ему жизненно необходимо. Если вы будете спать 8 часов, то ваше тело на протяжении всего дня точно вас не подведет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...